Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. На часах у нас 12.07. Переходим мы к нашей следующей теме на сегодня. Говорить мы будем о том, что в Госдуму внесен законопроект об установке видеорегистраторов на общественный транспорт. С такой инициативой выступили депутаты ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. И, по их мнению, видеорегистраторы помогут резко сократить количество ДТП, а также ситуации, когда определить виновника аварии чрезвычайно трудно. Вот такая вот тема, будем мы сегодня разбираться. Действительно, надо ли это устанавливать, в том числе и в обязательном порядке, и еще и на общественный транспорт. Как ты, Игорь, думаешь, за последнее время, что-то очень много требований к водителям и к общественному транспорту? Ну, вот я на самом деле... Истыкование пассажиров. На самом деле, большой вопрос, действительно, стоит ли оборудовать весь общественный транспорт системой вот этой видеорегистраторов и так далее. У меня такое ощущение, что, опять же, к примеру, это было бы на самом деле необходимо для каких-то междугородних сообщений и так далее. Что касается города, ну, в принципе, с одной стороны, почему бы и нет, с другой, я не припомню каких-то серьезных аварий на примере города Кирова, связанных с общественным транспортом. Зачастую это просто какие-то, как это называется, чиркалки или что-то вроде того. Мне кажется, тут прямая взаимосвязь. Нужно и страхование для пассажиров, раз, и видеокамеры вовнутрь автобусов для того, чтобы, если мало ли будут какие-то ситуации, чтобы увидеть, что произошло, то есть, если какой-то случай. Но по страхованию мы уже выяснили с тобой, что очень серьезных плюсов для самих перевозчиков в этом нет. Но так или иначе, я веду к тому, что это все будет сказываться на стоимости проезда. Мне так кажется. Но сегодня мы у нас эксперты на линии, сейчас мы пытаемся дозвониться до них. Ну, то есть, вот эти вопросы мы им тоже зададим. Но пока, слушатели, мы спрашиваем вас, 708-500, наш номер телефона, помогут ли как раз вот видеорегистраторы заставить водителя общественного транспорта соблюдать правила. Звоните к нам, 708-502, давайте вместе поговорим об этом. Разумность, целесообразность в этом во всем, пожалуйста, можете высказываться. С другой стороны, знаешь, вот кажется, многие говорят о том, что вроде как водители, которые работают на общественном транспорте, для них попасть в аварию – это несерьезная беда. Ну, вот, знаешь, вот те аварии, о которых я как раз-таки и говорил. Ну, там, столкнулся где-то на перекрестке и так далее, автобус при этом серьезно не страдает, а по страховой это все каким-то образом выплачивается, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, это ведь очень влияет на репутацию самой конторы, которая занимается перевозками. И у них есть какой-то список по статистике об аварийности на предприятии, за которые они тоже какую-то ответственность все-таки несут впоследствии. То есть вот с этой позиции, в принципе, почему бы и нет, почему бы и не поставить регистратор, если, к примеру, водитель, ну, действительно, не виноват. Это же на послужном списке его каким-то образом тоже сказывается. Я так понимаю, и на зарплате отчасти, может быть, какие-то премиальные или что-то еще. К сожалению, я плохо очень ориентируюсь именно в этой сфере деятельности. Ну, вот нам, наверное, сегодня пояснят наши спикеры. Да, ну, пока мы не перешли к комментариям экспертов, озвучу я также, чем мы будем заниматься в ближайший час. То есть мы поговорим на эту тему. И также, слушатели, у нас на сайте www.hackirova.ru, у нас есть опрос для вас, так как грядет у нас 8 марта, праздник буквально таки завтра, и сегодня уже многие женщины поздравляют. Опрос на эту тему найдете, настоящая женщина эта. Вот заходите, пожалуйста, голосуйте, и примерно где-нибудь минут за 10-15 до конца нашего эфира мы поговорим вот на эту тему. И поэтому вот мы сегодня также делаем такой подарок для наших женщин. Мужчины, сможете вы к нам дозвониться и своих любимых поздравить. Все, закрываю это. Продолжаем мы про видеорегистратор. Да, и у нас на линии Евгений Катаев, генеральный директор Кировского транспортного предприятия. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, ваше точка зрения, если вы действительно заобезуете и в общественном транспорте тоже устанавливаете видеорегистраторы? Они действительно необходимы? Ну, давайте так, разберем проблему предотвращения ДТП. Ну, вообще, проблему ДТП. Разберем, разделим ее на две составляющие. Первое – это предотвращение ДТП, профилактика ДТП. Второе – это фиксация ДТП. Так вот, если мы говорим о том, что фиксировать ДТП для легкости разбора, то регистратор нужен, чтобы легче разобраться, кто виноват, кто прав и так далее. Но к диагностике, к профилактике и к предотвращению ДТП этот прибор не имеет ни малейшего отношения абсолютно. То есть это все-таки работа внутри предприятия. Это работа служб безопасности, работа профилактическая и так далее. Но на нашем предприятии это поставлено на высшем уровне. И, кстати говоря, почти все наши машины оборудованы в видеорегистраторами. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что это в любом случае важно и для самого перевозчика. Займеть такую штуку в салоне, чтобы проще было разбираться на самом деле. Мы говорим сейчас не про салон. Вот, извините, я перебью. Нет, я понял, да, да, да. Но я имею в виду, ну, она же не где-то на улице, там, со стороны улицы прикреплена. Ну, то есть, я имею в виду, чтобы и самому перевозчику было проще разбираться в каких-то ситуациях, кто прав, кто виноват в данном ДТП. Да, это при разборе. Поэтому, раз мы ощущаем, что это важно, мы поэтому и оборудовали почти все наши трейбусы этим устройством, мы так уже оборудовали. Там можно говорить о качестве, можно говорить о стоимости, но это все давно стоит. Поэтому это очередная законодательная глупейшая инициатива. Давно поезд уже ушел, а люди все еще пытаются творить какие-то законы в этом смысле. Ну, вот опять же, да, и тогда возникает вопрос, а зачем? Они так далеко, что ли, от земли? То есть, не понимают, что это и так важно перевозчикам, и они сами этим занимаются. Знаете, кто там какой-нибудь глупый комитет в какой-нибудь там законодательном собрании, который должен чего-то производить? Вот они собрались, сидят и думают, что бы нам еще придумали для того, чтобы обеспечить безопасность на транспорте? Да вот и все, вот отсюда и идет. Это абсолютное просто там изображение деятельности. Спросите нас, что надо сделать, мы подскажем. Нас никто не спрашивает. Что надо сделать? Для чего? Вы говорите, спросите. Ну, то есть, у вас 100% установлены видеорегистраторы, да? Почти 100%, потому что у нас же есть еще маневренный фонд троллейбусов, который там используется для замены. То есть, а были такие случаи, когда это действительно пригодилось? Это всегда пригождается при ДТП, всегда. Ну, то есть, были ДТП, когда это использовалось и играло большое? Есть, естественно, только так. Ну, конечно, если нам кто-то въедет в заднюю часть троллейбуса, тут не использовать этот троллейбус, это смотреть вперед. Ну, всегда, всегда пытаемся эти записи разбирать, анализировать, всегда это используем. Ну, то есть, и так делается. Хорошо, мы вас услышали, спасибо за комментарий. Евгений Катаев, генеральный директор Киевского транспортного предприятия. Ну, собственно, о чем разговор? То есть, полное впечатление того, опять-таки, что Госдума очень опаздывает со своими инициативами, тогда как любой вменяемый перевозчик понимает, что, как знаешь, ну вот если у тебя есть твоя машина, да, ну ты, как у нас шутили с этим Чебаркульским метеоритом, что колоссальное количество видеозаписей из машин. Ну, если это твоя машина для безопасности ради, это не так дорого, ты ставишь себе этот видеорегистратор, почему перевозчик, который занимается перевозкой в общественном транспорте людей, не поставил бы себе такую штуку? Ну, это, по-моему, очень даже логично. И вот нам сейчас тут тоже подтвердили, что практически на всех троллейбусах они стоят. Да, ну, а сейчас мы дозвонились, да, Константин Овечкин, заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Кирову. Константин, добрый день. Здравствуйте. Да, ну что, озвучите вашу позицию ГИБДД, к видеорегистраторам? Действительно, они нужны? Ну, вот сейчас мы говорим про общественный транспорт. Вроде бы депутаты решили заобязать всех их устанавливать, но, как мы сейчас выясняем, вроде бы они практически у всех уже и стоят. Ну, да, действительно, как бы этот процесс довольно интенсивно у нас уже в течение года продвигается. То есть, собственники общественного транспорта по личной инициативе и в основном по личной инициативе активно устанавливают видеорегистраторы на свои транспортные средства. Все это, опять же, связано именно с дорожно-транспортными происшествиями. То есть, в результате маневров легковых транспортных средств происходит резкое торможение большегрузного, ну, транспорта, который перевозит пассажиров, и, как следствие, происходит падение пассажиров. Вот в связи с этим, как бы, чтобы иметь доказательственную базу, что водитель транспортного средства не просто применил резкое торможение по собственной прихоте, а именно для избежания дорожно-транспортного происшествия, и устанавливаются в основном видеорегистраторы. — Константин, мне еще интересно не то, что не обязательно про общественный транспорт, а вообще, в принципе, про видеорегистраторы, про эти материалы, насколько они потом действительно используются для доказательств. Предположим, если зафиксирована какая-то авария, в которой не этот водитель участвовал, пострадал, то есть, ну, просто машина проезжала и зафиксировала. Потом, насколько действительно можно доказать, используя материал видеорегистратора? — Ну, вот, данный материал будет рассматриваться судом и получит статус вещественного доказательства лишь при наличии у данной видеозаписи юридического статуса. Что, как бы, это содержит? Для этого необходимо выполнить ряд условий. То есть, необходимо удостоверить подлинность записи, то есть, это отсутствие склеек либо монтажа, и данная запись должна иметь прямое отношение к рассматриваемому делу. И также должна быть удостоверена законность получения записи. Факт наличия записи и ее изъятия, допустим, вот как вы сказали, с места ДТП, обязательно должен быть зафиксирован в протоколе осмотра места происшествия, который осуществляет сотрудник ДПС. Это дает понять судье невозможность изменения, либо внесения каких-либо дополнений в записи. То есть, при появлении данной записи позднее, уровень доверия к ней, сами прекрасно понимаете, уже будет снижен. Но если, предположим, человек не сам участвовал в этой аварии, но просто зафиксировал потом по процедуре, как ему можно предоставить эту видеозапись, и доказать то, что он свидетель, что это относится к этой аварии. Конечно, человек, если предоставил в дальнейшем видеозапись, то есть непосредственно не в день данного ДТП, то, скорее всего, будет необходима процедура проведения экспертизы. То есть, необходимо будет, опять же, провести экспертизу, чтобы удостоверить отсутствие каких-либо склеек, либо монтажа на данной записи. Предвидя вопрос, значит, что теперь все цифровые, ну, то есть, видеорегистраторы носят цифровой формат записи, да, то с юридической точки зрения не имеет значения в настоящий момент, в каком формате осуществлена данная запись, то есть, либо в цифровом, либо в аналоговом. То есть, в любом случае, необходимо будет предоставить какие-либо доказательства именно отсутствия какого-либо монтажа на данной видеозаписи. Но они вообще в целом-то часто используются, вот, видеозаписи с регистратором? Ну, судя по нашему городу, я сказал бы, что да, достаточно часто, и помогают решать довольно спорный момент, особенно вот, когда происходит столкновение транспортных средств, как бы, непосредственно при перестроении взаимном, как бы. Ну, а сами сотрудники ГИБДД, вот мы сейчас говорим о ситуации, когда водитель сам может принести как свидетель, а сами сотрудники ГИБДД могут, к примеру, вот эти видеозаписи с общественного транспорта, зная, к примеру, их маршрут прохождения по городу, да, могут попросить у перевозчиков, к примеру, предоставить видеоматериалы, если они вот знают, что примерно в это время ехал такой-то троллейбус, например. Ну, как бы, используются, конечно, не только камеры наружного видеонаблюдения, но и, то есть, у нас весь общественный транспорт, опять же, оборудован системой ГЛОНАСС, то есть, в единой диспетчерской службе по запросу можно установить, какой общественный транспорт вплоть до секунды находился на данном участке проезжей части в любом направлении движения, и произвести запрос автоперевозчику, конечно, оборудован, не оборудован, и если оборудован, то сделать выемку и приобщить данную видеозапись к материалу. Да, Константин, вот буквально-таки недавно всем говорили, устанавливайте эти видеорегистраторы, но вот сознайтесь, действительно, сотрудник ГИБДД, как правило, не останавливает водителя, если видит то, что есть видеорегистратор, потому что, насколько я понимаю, вне стационарного поста останавливать водителя, если, в принципе, вот так вот визуально у него никаких нарушений нет, нельзя, то есть, это, ну, такой стоп для сотрудника ГИБДД, то есть, не останавливать водителя. Ну, как бы на видеорегистраторе, естественно, сотрудник ГИБДД при наличии видимых нарушений правил дорожного движения не должен останавливать транспортные средства, но, опять же, это может произойти по ряду обстоятельств, то есть, могут быть введены какие-либо специальные планы в случае совершения преступления, то есть, разыскиваются определенные виды транспортных средств, либо разыскивается какое-либо похищенное имущество. А вот, кстати, у меня вопрос по этому поводу, а должен ли сотрудник, инспектор ГИБДД предоставить какие-то бумаги по поводу вот этого плана, как вы говорите, введенного? Ну, обозначить причину остановки, ну, то есть, вот поэтому-то, поэтому. Естественно, сотрудник ГИБДД должен пояснить причину остановки. Это написано у нас в 185-м приказе, который регламентирует деятельность сотрудников ДПС. То есть, должен подойти, представиться, объяснить причину остановки транспортного средства. Ну, то есть, что есть соответствующий приказ, допустим, сказать его номер, и вот, что вот у нас... Нет, план перехвата, он же вводится, как тут, нельзя его заранее предусмотреть, допустим. Если совершено, человек вышел на смену, вот, в частности, сотрудник ДПС выходит, допустим, в 7 утра на смену, а преступление совершится в 12 часов... Нет, нет, мы сейчас о другом, когда сотрудник ГИБДД просто останавливает водителя, потому что там какое-то нарушение. Ну, если нарушение незначительное, увидишь, что есть видеорегистратор, то есть, он 10 раз подумает, останавливать или нет, потому что все будет зафиксировано. Ну, как бы, если нарушение есть, то сотрудник ГИБДД обязан принять меры к прекращению совершения данного правонарушения. И наличие либо отсутствия видеорегистратора, я думаю, здесь не имеет существенную какую-либо роль. Спасибо вам большое за комментарий, мы вас услышали. Константин Овечкин, заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Кирову. Слушатели, 708-502, наш номер телефона, я напоминаю. Мы немножко в сторону ушли, конечно. Да, мне кажется, так немного Константина смутили, он все на своем, а мы немножко другое спрашиваем. Ну, в принципе, достойный ответ сотрудник ГИБДД. Это все последствия вот этих огромного колоссального количества видео с видеорегистраторов, общения с сотрудниками ГИБДД. То есть уже волей-неволей начинаешь задумываться, даже я не вожу машину, мне интересно, что, кто имеет право делать на данный момент. На видное место смотрите, у меня видеорегистратор. Да, и все-таки мы сегодня говорим о том, что Госдума предложила законодательно оформить теперь необходимость установления в общественном транспорте видеорегистраторов троллейбусах, автобусах. Ну и что у нас там еще общественным транспортом является такого характера? Ну, у нас в Кирове только автобусы до троллейбусы. Виктор Женихов тем временем у нас на связи, председатель комитета по энергетике жилищно-коммунальному комплексу строительства, транспорту и связи с Канадатом собрания Кировской области. Алло, Виктор, добрый день. Добрый день. Да, мы сегодня говорим о том, что появилась такая инициатива, чтобы в общественном транспорте установить видеорегистраторы. Как вы считаете, нужно ли это оформлять в качестве закона? Потому что, как мы сегодня выяснили, перевозчики-то, в принципе, люди благоразумные, и так уже все поставили. Ну да, то есть депутаты на ЗАГС собрания Санкт-Петербурга, то есть такое ощущение, что они опоздали. Ну, то есть и так это уже делается, а они зачем-то выходят с этой инициативой. Можно уже говорить, да? Да. Добрый день еще раз. Ну, пользуюсь случаем всех женщин с праздником 8 марта. Счастья и здоровья огромного. Спасибо. Сегодня мы так стабильно от тему уходим. Значит, можно устанавливать и вводить чего угодно, но когда порядка нет в стране, то сложно надеяться, что это сыграет свою роль, поскольку у нас уже и так действительно там и много применяются техники для контроля как бы вот за общественным транспортом. Значит, ну, у нас вот в Кирове, допустим, были установлены видеокамеры, значит, и счетчики обратно, отчет обратно времени, которые сейчас вот почему-то уже ликвидируют, хотя затрачены тоже на это деньги немало. Вот, и поэтому, если будет порядок, то я думаю, что много чего бы у нас не было необходимости устанавливать, тем более, что это влечет очень большие затраты бюджетные, в первую очередь, значит, и потом опять будут говорить, что нужно поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте. Вот если это все бы федеральный бюджет финансировал, хотя это тоже люди-то, деньги-то народные как бы, вот, тогда может быть еще, я бы согласился. А так, просто я считаю, что нужна просто дисциплина и соблюдение законов в нашей стране. Ну, то есть, в принципе, уже все и так регламентировано. Вы считаете, что нет необходимости ставить теперь еще и видеорегистраторы, тем более, обосновывать это законом? Я, вот, честно говоря, вот этого не вижу, потому что нужно просто людей приучить к соблюдению законности в нашей стране. Ну что, мы вас услышали, да, спасибо вам за комментарий. Виктор Женихов был с нами на связи, председатель комитета по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи законодательного собрания Кировской области. Ну, то есть, вот такая точка зрения. Закон соблюдайте. Да, и никакие видеорегистраторы не нужны тогда будут. Нет, ну, все-таки, с другой стороны, я так понимаю, что, ну, действительно, не убудет, если на одном, на одной единице транспорта поставить видеорегистратор. На всех единицах транспорта. Нет, я имею в виду, вот, если на одной машине поставить видеорегистратор, то есть, ну, та прибыль, которую она приносит, ну, должна приносить в идеале. Мне кажется, ничего страшного не произойдет, тем более, если ты попадаешь в ДТП, ты страхуешься от того, что, если уже вины водителя в ДТП нет, то, по крайней мере, сразу же есть доказательства того, что он не виноват. Ну, действительно, я не вижу в этом ничего такого. Если на всех, все устанавливают водителя своих авто, то почему общественный транспорт, там все-таки пассажиры, не дай бог, будет какая-то ситуация, это будет проще разобраться, действительно. И тут еще, смотри, к примеру, вот, опять же, это очень полезно для страховых компаний, которые теперь, ну, теперь занимаются страхованием пассажиров, да, то есть у нас же камеры теперь хотят ставить еще внутри, допустим, троллейбуса автобуса. Но порой то, что происходит внутри, это зависит от внешнего. Да, если, к примеру, там какая-то тряска, резко останавливается троллейбус, там падает, там, кто-нибудь, там, пассажир, да, ну, ломает себе руку, к примеру, а потом, допустим, перевозчику, водителю будет сложнее доказать, что вот он остановился, потому что его подрезали где-то неосторожно, или что-то еще. А теперь есть два видео, сопоставил их, и все вроде. Теперь претензии нужно предъявлять вот человеку, который там виноват в том, что он подрезал и резко остановился троллейбус. Я не знаю, может быть, как раз в Санкт-Петербурге такого и нет, и депутаты ЗАГС-собрания там как-то решили подсуетиться и подняли этот вопрос об установке видеорегистраторов, как у них с общественным транспортом, это, в общем-то, их дела. Но у нас вот Керви, как на сегодня уверяет, уже практически на всех единицах общественного транспорта подобные приборы установлены. И, в общем-то, это и востребовано, и при каких-то случаях эти данные используются как доказательства. Так что, ну, вот так у нас в Кирове. Закрываем эту тему. Есть у нас еще некоторые эксперты, не можем дозвониться. Реклама у нас сейчас, мы скоро вернемся. Продолжается программа «Дневной разворот» Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. Ну и что сейчас? Мы на сладенькое оставили поздравление. Да, наконец, наше время. На сладенькое, ты считаешь? На сладенькое. Ну а что? Нет, разве? Настоящая женщина. Это несколько вариантов ответов. Вот такой вот опрос. Мы подготовили слушателей для вас. У нас на сайте и какое-то время он уже там размещен. Некоторые уже проголосовали. Поэтому и вы тоже, если вы не находитесь недалеко от интернета, заходите к нам на сайт, проголосуйте. Такая тема у нас сегодня. Все почему? Ну, конечно же, потому что завтра 8 марта. Я сегодня, когда уже шел на работу, видел огромное количество мужчин разных мастей, которые бегут по улице с этими свертками, внутри которых явно цветы. Явно цветы. Но это же день женской радости и мужского ступора в супермаркетах. Мужского ступора? Мужского ступора в супермаркетах, да. Что ты этим называешь? Ну, мужчины же как приходят в магазин и судорожно начинают выбирать подарки из того, что осталось. Я особо не совсем и понимаю, что они покупают, а их главное купить да поздравить любимую женщину. Ты не так делаешь, Игорь, нет? Ну, вот я честно признаюсь, что я, наверное, никак не делаю вот этого мужского ступора, о котором ты говоришь. Я, может быть, к счастью, все-таки не испытываю. Но я тут задался сегодня вопросом, судоречка, по поводу того, что 8 марта, что 23 февраля, вот эти праздники, они каким-то образом нивелировались сами традиции, которые им сопутствуют. То есть я не очень понимаю все-таки, а что именно и как я должен праздновать? К примеру, 23 февраля я вспоминаю, с тем же успехом я мог поздравить огромное количество женщин, которые на самом деле являются большими защитниками Отечества, чем, к примеру, тот же я. А ты знаешь, меня поздравляли. Ну вот, я о том и говорю. А тут так сложилось, что вроде как по гендерному принципу, что 23 февраля для мужчин, для защитников, которые не всегда являются ими, а 8 марта исключительно для женщин. С другой стороны, можно же и мужчин поздравить с 8 марта, что вот был такой день, когда вот... Опять же, а каких женщин поздравлять? У нас в этом вопросе вот тут очень много определений. Ну, то есть, настоящая женщина – это успешная бизнес-леди, верная супруга, заботливая мама. Ну, то есть, чей праздник-то? Вот как-то вот мы сегодня тоже решили об этом поговорить. Слушайте, ну, вот еще раз я повторяюсь, такой подарочек мы для вас сделаем. Обычно мы в эфире, конечно, на такие темы не говорим, и как-то у нас все более серьезно. Сегодня такое уже праздничное настроение, поэтому вы можете набрать 708-502. Мужчина, давайте поздравить своих любимых женщин. Вот буквально несколько минуток для этого, поэтому не упустите такой потрясающий момент. Ну, вот я говорю, ты говоришь праздничное настроение, и оно, отчасти, может быть, и есть, но я не понимаю, с чем оно связано. Если те же, ну, какие-то обыкновенные для нас уже праздники с традициями, то есть с понятным каким-то перечнем дел, которые ты делаешь, да, ну, Новый год тот же и так далее. То есть, там, это елка, что-то еще, а для детей особенно. Ну, то есть, когда ты становишься взрослее, ты вот теряешь это ощущение. А вот тот же 8 марта, и с самого детства непонятно. А что все-таки делать-то в этот день? Ну, понятно, поздравить, там, к примеру, мамы, но есть День матери. Там, ну, ходишь, поздравляешь всех женщин, и так, ну, невольно задумываешься, а, ну, что, с чем ты поздравляешь конкретно? Ну, вот я не очень понимаю, с чем тебя поздравлять. Я поздравлю, конечно. Ну, еще меня так очень, конечно, смущает, что 23 февраля, 8 марта, еще они так неподалеку друг от друга находятся, и такое ощущение, что вот ты вот как поздравишь с 23 февраля, так тебе и яухнется 8 марта. Ну, да, кстати, вот эти все носки, дезодоранты и так далее. Я, кстати, даже не помню, что мне подарили на 23 февраля. Это можно все вкупе рассматривать. За все года, которые прожил, вот все, что ты получил, это все-таки по сумме, это ближе к носкам. У нас есть смс от Артема. Спасибо женщинам за три выходных дня. А праздник, да какой это праздник многоточий? Ну, хоть я-то как-то позитивно говорю, да, праздничное настроение, если интересна моя точка зрения, я на самом деле так достаточно скептически отношусь к этому дню. Как-то я, знаете, не очень люблю праздники по половому признаку, поэтому... И мне всегда очень жалко мужчин, которые действительно как-то бегают, пытаются как-то, ну вот, черт возьми, почему вот сейчас вот нужно обязательно покупать подарок? Почему нельзя сделать это в любой другой день в году? Почему обязательно 8 марта? Это вот старая пластинка, я ее, конечно, очень люблю и тоже готов был сегодня и воспользоваться, но с другой стороны, ну, понимаешь, тут хотя бы все понятно. Это, знаешь, как вот постоянно мужчин мучают тем, что они забывают даты, когда ты встретил свою единственную, когда вы в первый раз поцеловались, когда вы поженились и так далее. То есть эти даты все невозможно запомнить, а здесь есть, по крайней мере, один день, когда ты точно не ошибешься. Точно все напомнят. Слушатели у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Меня зовут Олег. 8 марта это вообще очень странный праздник. В этот день, по-моему, в 1905 году Роза Люксембург вывела берлинских проституток на демонстрацию, и с тех пор это празднуется. Какой-то странный праздник. Ну, то есть вот мы поэтому, может быть, мы к этому и ведем. А с чем мы все-таки поздравляем-то? Ну, вот конкретно женщины. Я согласен, что берлинские проститутки в этот день чего-то добились, ну, честь им и хвала, а мы так что празднуем? Ну, вы будете поздравлять своих близких женщин вот завтра с этим праздником? А я... у меня их очень много. Я всем сказал, что существует два праздника. День рождения и Новый год, и тогда подарки. А иначе никакой бюджет не выдержат. Ну, то есть даже на словах тоже не будете? На словах. А что ж не сказать-то? Можно и сказать. А вы поздравьте еще в эфире, пожалуйста. Ну, вот у нас сегодня попало на 7 марта передача. Но мы, в принципе... Я уверен, что женщины будут рады выслушать и сегодня. Даже не в 8 марта, представляете? Это будет так экспромт. Дорогие женщины, с праздником вас, международным днем солидарности и женщин в борьбе с мужчинами. Спасибо. Спасибо вам за поздравление. Да, ну что вы, слушатели, 708-502, вы точно так же можете сейчас взять свой телефон, набрать этот номер, оказаться в прямом эфире и сказать все, что вы думаете по поводу этого праздника и по поводу своих любимых женщин тоже, кстати. Так что набирайте, давайте посмелей, 708-502, грядет у нас праздник. И сегодня, кстати, вот уже пришла я на работу, увидела свечи по лестнице до моего рабочего. Я, кстати, очень не испугался этого. Я тоже думаю сначала, что это такое, что за подсветка, откуда такое. Потом вспомню, что у нас сегодня же предпраздничный день, поэтому, дорогие наши мужчины, нас уже тут поздравляют. Поэтому, конечно, спасибо, цветы, тюльпаны, а что там еще принято дарить? Какие цветы в этот день? Ну, я не знаю, видишь, все дело опять в цветах, мы упираемся в это. Ну, то есть вот уже как бы одну из версий нам высказал слушатель, потом экскурс в историю так называемый. Это несложно, можете посмотреть в интернете, как это все происходило, права женщин и так далее, но мы сегодня говорим немножко все-таки о другом. Я все-таки пытаюсь каким-то образом намекнуть на то, что у нас нет каких-то серьезных традиций, которыми мы пользовались год от года, празднуя праздник 8 марта. Ну, то есть можно было бы организовать, конечно, не в нашу студионную погоду, сколько сейчас там опять минус 50 тысяч на улице. Кошмар просто для весны. Я просто к тому, что можно было бы организовать и какие-то там марши этих же пустых кастрюлей или что-то такое. Ну, то есть чтобы наделить этот праздник чем-то, ну, чтобы наполнить его чем-то, как ты считаешь? Мне кажется, что это было бы намного интереснее, чем просто ходить и дарить цветы. А так, может быть, мы историю получше помнили. Ну, вот, кстати, слушатели, сейчас мы у него тоже поинтересуемся. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений, ну вот тут от Игоря такое предложение, как-то все-таки обозначить этот праздник, и что мы празднуем, и как-то, да? То есть, не знаю, там на марш выходить, там еще что-то. Нет, я не считаю, что нужно выходить на марш, а поздравить, ну, у кого какие возможности, то есть там, ну, как минимум близких женщин, там акцентировать свое внимание на то, что... А с чем поздравить и с чем поздравляем? Ну, с чем? С тем, что, скажем так, я для себя лично позиционирую этот праздник как очередной, ну, скажем так, неочередной, может быть, но какой-то повод уделить внимание женщинам со стороны мужчин. Ну, то есть такой повод без повода, получается? А вы можете... Ну, не совсем повод без повода, ну, скажем так, представьте себе, что бы было, если бы их не было, скажем так. Такого быть не может. Ну, такого быть не может, но, тем не менее, вот, все-таки, хорошо, что они есть, и лишний раз их поздравить, подарить цветы. Да, мне тоже очень нравится, что они есть. Ну, вот смотрите, у нас сегодня аукцион невиданной щедрости, мы предлагаем каждому слушателю поздравить его близких или неблизких, или кого вы хотите вообще в прямом эфире. Да, ваших женщин поздравьте. Я бы хотел поздравить в первую очередь свою супругу Анастасию с 8 марта, и свою маму, и бабушку. Ну, вот видите, я надеюсь, что они слушают. Ну, и остальных женщин, с которыми я каким-то образом знаком, работаю вместе. Ну, что, спасибо вам большое за поздравления. Поздравления. 785-2, буквально-таки последние минутки улетают нашего сегодняшнего эфира, в том числе, вот мы сейчас вот говорим про 8 марта, что же это за праздник, как его надо праздновать, и в честь чего вдруг решили женщину поздравлять, и об этом все в этом как-то, да, свои точки зрения высказываем, поэтому слушатели тоже можете подключиться и сказать, что думаете. 708-502, ну, и действительно, мы сегодня разрешаем вам поздравить любимых женщин в прямом эфире. 708-502, звоните. Ну, вот, опять же, я, может быть, буду повторяться, но все-таки, если мы уже говорим о 8 марта, как празднике, то тут не стоит забывать о том, что женщины-то потребовали, чтобы их уравняли именно в правах с мужчинами, чтобы мы стали одинаковые. Так вот, по этому поводу, потому что вот, ну, не прошли даром все вот эти марши, митинги и так далее, акции, может быть, надо поздравлять все-таки друг друга, что вот, наконец-то, сейчас мы живем в таком обществе, ну, хотя бы примерно кажется, что мужчины и женщины равны. Хоть это и не так отчасти, я все-таки не сторонник того, что нужно, ну, как бы, я все-таки эти зерна от плевел отделяю. Я тоже, кстати. Ну, вот какие-то социально-экономические отношения, там, что касается, там, мужчин и женщин, я все-таки за то, чтобы мы находились на одной ступеньке. Ну, вот, наверное, надо все-таки друг друга и тоже поздравлять, поэтому я и тебя поздравляю, и себя, и честь, я тоже поздравляю с этим праздником. Спасибо, дорогой, тебя тоже с 8 марта. Слушатели у нас. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, вы в прямом эфире. Говорите же. Алло, как вас зовут? Алло, зовут меня Костя? Да, Константин, говорите. Хочу поздравить свою жену с 8 марта, поздравить ей здоровья, чтобы всегда была такая красивая, милая, умница она у меня, просто золотая. А вы как будете праздновать? А подождите, жену-то вашу как зовут? Марина. Вот Марина, да. Вот вы с Мариной как будете праздновать? Ну, пойдем в кафе. Кафе называется Мельница. Нет, нам... Давайте без рекламы, да. Я не нужду подробностей. Ну, вот я не совсем тоже... Видите, Константин, мы сегодня еще пытаемся выяснить, а с чем же поздравляют? Вы с чем? Вот вы очень хорошо поздравили. Нет, 8 марта. Так а что это? Что для вас этот праздник? Я вот что пытаюсь выяснить. Праздник весны, праздник женщин. Ну, то есть так, да, выделили. Ну что, Константин, спасибо вам большое за поздравления. Весной у нас не пахнет просто вообще. Да, действительно, такой минус за окном, что как-то весна, но все равно настроение должно быть весеннее. Невзирая ни на какие морозы. А, ну что, у нас даже есть... У нас же был опрос, мы про него совсем забыли, пока поздравляли. Да, настоящая женщина, давай, озвучи тебя, я тоже спрашиваю. Все-таки по мнению большинства проголосовавших наших слушателей и пользователей интернета, которые соизволились зайти на нашу страничку ВКонтакте и на нашем сайте, Настоящая женщина — это любящая и верная супруга, 52,4%. Успешная бизнес-леди 4,8%, заботливая мама 31%, топ-модель никто не выбрал, хороший руководитель тоже, что, кстати, о очень о многом говорит, и ответственный работник 11%. То есть социальные роли у нас, у меня такое ощущение, что не поменялись с тех времен, когда женщины требовали равноправия прав. В 8 марта, когда вышли, да, что требовали, в общем-то, все это забыто. Что требовали, что не требовали, да. И поздравляют просто так с весной, поэтому, да, лучше женщины... То есть если все это совместить, любящая и верная супруга и заботливая мама, больше 84% все-таки проголосовали за то, что вместо женщины, как говорится, там, где... На кухне. Да, ну вот эти серьяные шовинисты и так далее говорят. Ну что, последние две минутки, слушатели, ну последний шанс вам. Позвонись к нам, 708-502, если хотите поздравить своих женщин. Ну а я пока спрошу у Игоря. Игорь, настоящая женщина для тебя, это кто? Очень сложный вопрос. Я надеюсь, что никогда на него не смогу найти ответ и буду пытаться найти всю жизнь, может быть, в этом будет ее смысл. Настоящую женщину. Ну а я сейчас тоже пользуюсь своим служебным положением и поздравляю всех женщин, ну и самую главную женщину в моей жизни, моя мама Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна с 8 марта. Светлана Удельна, игры тип были сегодня в эфире для вас. С наступающим праздником. Ну что, услышимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!